С постом православные. И вот 23 марта мы снова собираемся для того, чтобы поразмышлять над святцами Русской Православной Церкви. И сегодня, 23 марта, как уже было сказано, церковь вспоминает память мученика Кадрата и Жеснин, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хориесы. Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих. Преподобного Павла Таганровского, мученика Кадрата Некомедийского, Сатарина и Руфина и прочих. Преподобной Анастасии Патрикии, священно-мученика Дмитрия Пресвитера. И, ну, во-первых, обращу ваше внимание на вот это интересное наименование Патрикии. Да, вот мы как раз и поговорим о преподобной Анастасии Патрикии. Патрикии – это не что иное, как калька с латинского патрицианка. То есть, Патриции – это как раз вот такой высший слой, ну, римская знать – Патриция. Патриция. И Патрикии – это как раз вот, ну, калька. И в этом случае, интересно, так играет наименование Лисы, да. Лиса Патрикеевна, то есть, это в смысле она дочь Патрикия, получается, да. Вот как ни читай, то ли она из благородных, ну, кстати, заметим, она вся такая утонченная, из претензий. И получать будет по наглой рыжей морде, как мы знаем. И с другой стороны, ну, вот да, Патрикии – это такое наименование, как Патриции, как такое, если угодно, пожелание судьбы своему чаду, что вот Патриция или Патрикии – это вот то, что стало потом именами. А вот когда мы говорим о преподобной Анастасии Патрикии, это как раз указывает на социальное происхождение. Она жила в Константинополе, происходила из аристократической семьи, была образцом добродетелей и пользовалась большим уважением императора Юстиниана, который правил с 527 по 565 год. Она, разумеется, была в браке, что было, естественно, для Патриции, ну, собственно, для дворянина, ну, как же это не быть в браке, потому что, если человек из благородных, как бы, еще не женат, то, значит, он еще не остепенился, да, то есть, вот, а мужчина, он состоит из мужа и чина, что называется, да. И она вдовела рано и решила, что повторно замуж не выйдет, а наоборот будет заботиться о душе и уйдет в монастырь. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь, ну, и там же, собственно, и занялась монашеским деланием. Через несколько лет император Юстиниана вдовел и, разумеется, тоже, как человек из благородных, ну, нельзя же не состоять в браке приличному человеку. То есть, если человек не в браке, ну, ему же надо как-то объяснять, а как так вышло, а почему вы до сих пор, ну, и вот тот же вопрос встал перед императором, он же не может оставаться хвостым. Он вспоминает, что вот знал, вот он, Анастасию, и в целом, почему бы, вот, кстати, ее бы не найти и не предложить ей брак с императором, да, то есть, мысль о том, что у нее могут быть свои планы на собственную жизнь, в голову не приходило, ну, потому что это же очевидно, да, если первый человек в империи предлагает брак, то надо скорее-скорее бежать так, чтобы волосы назад и сандалии слетали. И узнав, что ее ищут, блаженная Анастасия отправилась в далекий скит к Ави Даниилу, и чтобы спасти, чтобы ее укрыть, старец облег ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. И поселил ее в одной из самых отдаленных пещер, дал молитвенное правило и поверил никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Ну, то есть, тоже вполне себе разумная предосторожность, если уж прятаться, то так, чтобы случайно себя не выдать, потому что мало ли какая-то женская привычка или, ну, то есть, и тоже, заметим, Евнуха Анастасии, да, потому что Евнухи, они иногда приобретают такую женскую манеру держаться, женскую манеру двигаться, то есть, такое объяснение уже для братьев, которые, ну, все-таки будут пересекаться с этим маншельником, ну, хотя бы относя просфоры и пополняя запасы воды. Если ей запрещено выходить, значит, кто-то будет иметь послушание, заботиться о подвижниках, живущих в дальних пещерах. И в таком строгом затворе, то есть, когда ей приносили хлеб и небольшой кувшин воды, оставляли у входа в пещеру, она провела 28 лет, и все считали, что в пещере подвизается Евнуха Анастасия. Господь, по преданию, открыл ей время ее кончины, она послала Аве Даниилу записку с послушником, который приносил ей вот этот вот кувшин воды и хлеб. То есть, несколько слов на черепке она написала, то есть, не будем, опять же, думать, что там была бумага и перо, то есть, просто выскребла на глиняном черепке что-то типа «приходи, есть важное». И действительно, старец пришел, принес все необходимое для погребения, принес святые дары, причастил ее, и святая тихо скончалась примерно в 567-568 году. И когда могила была готова, старец, ну, видимо, по немощи, снял свою рясу, вот, верхнюю одежду, сказал ученику, что вот это вот для брата, иди, обреди и давай похороним. И, конечно же, в этот момент переодевания, увидев первичные и вторичные признаки, послушник понял, что это женщины. Когда они уже возвращались, он у старца спросил, знал ли ты, что это не Евнух Анастасии, а самая настоящая Анастасия. Старец сказал, что да, и рассказал историю, как она здесь оказалась и от чего она здесь пряталась. И удивленный послушник все это пересказал потом в монастыре, и это вошло вот в монастырскую летопись. А мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены в храме недалеко от собора Святой Софии. Это, пожалуй, все. Вот, посмотрите, иной раз мне не хватает дважды по пять минут, а иной раз я умещаюсь вот в действительно отведенное мне время. Если кто желает продолжить знакомство с православной традицией, то под роликом есть ссылка на бесплатную экскурсию в русскую конописную школу. Можно туда сходить и посмотреть, там много интересного. А на сегодня все. Храни вас Господь.